Собственно говоря, практически же я не видела, потому что в зону попасть невозможно. Видим только, как я отработал. Но судя по тому, что ребята пищут, и многие же в Собове переписываются с ними, они, конечно, держатся молодцом, все очень себя достойно ведут, но смотреть на это, конечно, очень тяжело. У меня такое ощущение, как будто я проживаю это вновь и вновь, и мне очень жалко этих ребят, и я вообще не понимаю, куда мы идем и что будет дальше. Я думаю, что это, да, для этого, собственно говоря, и сделано, потому что не просто каждый отвечает за что-то написало, а это как бы, да, как участники экстремистского сообщества. Конечно, я думаю, для этого сделано, чтобы это ужесточить наказание, это же не просто там распространение чего-то, или там не тот комментарий, или оправдание чего-то, а это участие в экстремистском сообществе. Я думаю, что это все не случайно, и, конечно, это тяжело. Сейчас, спустя два с половиной года, я думаю, что когда люди говорят, что надо унижать, особенно журналистам, которые пишут, ходят на суды, наверное, они правы, потому что просто за честное выполнение своих обязанностей, своей работы люди получают сроки. Поэтому я думаю, что, наверное, сейчас это правда. И когда Илья говорил, что надо оставаться и бороться здесь, потому что в два с половиной года, к сожалению, в два с половиной года войны, изменилось Илья как кучу сторону. Поэтому я думаю, что Артем прав, когда он говорит, потому что он понимает, как это. Он просто честно делал свою работу. Я помню, что он прекрасно на судах Илья ехал. Он просто честно делал свою работу, честный журналист, независимый. Так же, как и Туни, так же и остальные ребята. И, конечно, именно потому, что они честные и независимые, они и в угрозе находятся под угрозой. Любой из них не может чувствовать себя сущенным, или что с ним такого не случится. Никто так много не ожидал. Но это очень приятно. И вообще я считаю, что такие дела должны проходить при как можно большем скоплении народа, чтобы как можно больше людей это видело. Чем меньше народу, тем легче, скажем так, правосудию вершить всякие, скажем так, дела, ложные. Ну, там Артем правильно сказал, что обычным жуликам надо, чтобы все было типа, что-то компенсирует. Ну, мы, кстати, увидели весь этот цирк. Хотя, казалось бы, да, никто ничего, они там придумали какое-то письмо из экстремистского комитета, я не знаю, что будет теракт, что-то будет. Я считаю, что закрытие процесса льет воду на мельницу лжи.